добрый вечер уважаемые садоводы с вами анатолий орлов хочет вам рассказать очередную живую животрепещущую историю что я здесь делаю мы находимся на краю большого сада с эпическим названием дружба сад дружба заложил один очень хороший человек председатель здесь остромеченского хозяйства колхоза большого скакун его фамилия хорошая фамилия вот и где-то лет 50 саду огромный сад для беларуси и мы до сих пор покупаем здесь сок и яблоки есть магазинчик свежий сок свежевыжатые яблоки еще долежали здесь хорошее хранилище и тут у меня заинтересовало на этой обочине интересное сочетание лесосадовое которое здесь удалось это ракетитник метельник и алыча мы сейчас стоим на обочине проезжают машины я специально спустился в канаву чтобы показать высоту вот так вот он сейчас цветет это бобовое мотыльковое растение сейчас уже полно завязи цветет уже неделю сожалению получается подъехать во время солнца уже закат и вышел месяц даже 29 мая легкий аромат посмотрите что творится что получилось так здесь сотни гектар сада сливого алычева персиково там но персиков еще нету но сливы косточка сейчас говорят даже черешню посадили первый сад черешневый из беларуси надо будет подъехать и вишневый нас юг беларуси конечно тут полете и вот здесь еще при польше где-то после войны или до войны к нам попал закрепляли валы начиная в резкой крепости и заканчивая вот туда столбцы под минском закрепляли опушки сосновые и песчаные оползни жерновцом и он у нас так укрепился что дошел сейчас до севера республики и замечательно прижился в частности вот здесь вот в окраинах садов если мы посмотрим по дороге мы увидим полностью подбивку из цветущего жерновца или метельника его можно спутать с ракитником ракитник русский он не имеет таких зеленых стеблей и он не такой высокий некоторые жерновцы просто огромные они могут быть два человеческих роста и здесь получилось хорошее сочетание мы видим алыча засевается очень много дички алычи а это хороший подвой для сливы персика абрикоса даже некоторые кулибины умудряются черешню прививать и рядом растет азот фиксер который все это кормит азотом за ними абсолютно не надо смотреть они сами засеваются и любые вот такие вот кромки будь то кромка соснового леса будь то берег какой-то терраса перечная тальвек какой-то тугая это все будет закрепляться и вестись сюда в эту свиту в эту гильдию хорошо пошел бы еще пузырник персидский и замечательно пошел бы итальянский дрог ситниковый дрог сейчас мы с этим экспериментируем я их рассеваю у себя на валах и они замечательно приживаются вот несколько лет я покажу как персики хорошо себя чувствуют рядом с вот такими вот хорошими пергоносными растениями ракитник не считается медоносом но он хороший пергонос пчелы берут с него обложку обношку цветет он в конце мая а позже вступают дрог ситниковый и пузырник очень красивые из этого растения именно куртины разных сортов есть розово цветущая оранжево персиково цветущие белые и икорно цветущие и эти куртины замечательные я покажу на следующем видео